Всех еще раз приветствую. Я принимаю эстафету профессора Игоря Константиновича Кузнецова и начинаю свою небольшую творческую встречу в рамках Стамфестиваля. Мне достаточно привычно говорить на камеру, поскольку я в последнее время стал заниматься видеоблогом. У меня есть свой собственный YouTube-канал, и я в общем там довольно в свободной манере рассуждаю на разные темы. Может быть сегодня будет немножко формат приближенный к этому. Потому что на прошлом фестивале я готовился основательно, набрасывал такой большой конспект, практически писал себе текст. А в этот раз у меня времени не было, чтобы подготовиться, и вот у меня есть блокнотик с эмблемой Стамфестиваля. Я туда набросал несколько небольших тезисов относительно того, что я буду говорить. Тема моя сегодня звучит немножко пафосно и глобально. Она называется «Должна ли музыка быть сложной?». По этой теме можно написать целую диссертацию, и не одну. Можно попробовать подходить к ней с разных сторон, смотреть на неё с разных углов. А я попытаюсь, естественно, в рамках небольшого такого 30-40-минутного разговора, попытаюсь порассуждать об этой теме именно в контексте Стамфестиваля, в контексте того, что сейчас в конкретную секунду происходит в современной музыке, и, естественно, в контексте того, как я это вижу именно я. То есть это будет такое не музыковедческое исследование, не какое-то такое углубление в тему и разбор проблемы, как можно ждать от лекции, а именно, скорее, моё индивидуальное отношение в контексте Стамфестиваля. Вот я решил разбить своё выступление на три части. Самая первая часть, она будет посвящена тому, собственно, она будет посвящена самому вопросу, должна ли музыка быть сложной. Вот, потом я расскажу о том, почему, собственно, такой вопрос возник, и насколько он вообще актуален в наше время. И в третьей части вот я, собственно, попытаюсь на него ответить. Ответить так, как, мне кажется, правильным сделать кое-какой вывод. Вот, и так, собственно, разбор самого вопроса. Должна ли музыка быть сложной? Вообще, я думаю, что нужно тут немножко всё-таки привить небольшую скрупулёзность и подойти к этому вопросу так детально, и понять вообще о том, что такое сложное и простое. И сложное и простое конкретно в музыке. Ну, вообще, слова сложный и простой, если разобрать, что это такое. Мы очень часто говорим о сложных и простых числах. То есть, простые числа — это те, которые не делятся ни на что. То есть, они являются неким таким монолитом, некой такой единицей, которую нельзя разделить, которая немногосоставная. То есть, она не состоит из нескольких частей. Вот она вот как есть, так и есть. То же самое мы говорим о простейших организмах, там, о данноклеточных какие-нибудь. Когда мы говорим о сложном, то есть, это значит, что что-то с чем-то сложили. Те же самые сложные числа. То есть, они многосоставные. Они имеют в себе много разных составляющих. То есть, когда мы сталкиваемся с каким-то явлением в природе, вообще, в нашем бытии, которое является сложным, мы его воспринимаем как нечто, что нельзя понять одномоментно, что нельзя как-то одномоментно осмыслить. Для того, чтобы осмыслить эти явления, нужно прикладывать, соответственно, больше усилий. Поэтому слово «сложный», когда мы говорим о чем-то, что это сложно, это значит, что мы обычно прикладываем к этому больше усилий, и мы пытаемся это как-то освоить. Сложное, оно для нас часто бывает синонимом непонятного. То есть, чтобы понять сложное, ну, это простое мы видим, да, и то, значит, у нас зрение-то оно, в общем-то, двухмерное, мы не можем видеть трехмерное. То есть, мы видим, вот я вижу перед собой аппаратуру, да, звукозаписывающего устройства, я вижу только одну его часть. Я не могу залезть внутрь, да, я не вижу его обратной части. Вот, и при том, что это, в общем-то, вещь достаточно простая. А сложная многосоставная вещь, для ее изучения нужно время. Вот то же самое, естественно, и можно сказать о музыке, о том, как мы музыку воспринимаем. Есть музыка простая, то есть, состоящая из простого, как звукового материала, так и материала по содержанию. Я не буду сейчас переводить примеры, потому что если я начну переводить примеры, это очень надолго растянется. И есть музыка сложная, сложная в плане именно восприятия. Вот, и тут очень важно поговорить именно о восприятии. Я вот уже несколько раз повторил это слово, причем восприятие человека. Вот на прошлом стамп-фестивале, я действительно подготовился, у меня тут рядом стоял компьютер, и я прочитал целую большую лекцию, почти на полтора часа. Вот, я рассуждал на тему человечности в музыке, тоже в контексте стамп-фестиваля. И главная моя мысль была в том, что именно восприятие человеком обуславливает какие-то ценности в музыке, в мире музыки. То есть человек очень важен, именно как воспринимающий искусство, которое мы, как авторы, ему пытаемся передать. Вот, без человека, если выкинуть человека, то, в общем, музыка, она потеряет смысл. Главная моя мысль была такая, с ней там можно соглашаться, спорить или как-то тоже дискутировать на эту тему, но не в этом суть. Я сейчас буду о восприятии сложного рассуждать именно вот сквозь призму человеческого. И тут очень важно, конечно, указать на то, что то, как воспринимает человек музыку, я имею в виду сложное, ему кажется, какое-то музыкальное явление, или простое, зависит от нескольких факторов сразу. Во-первых, это, конечно, талант. То есть даже не талант, а, наверное, просто способности человека к восприятию окружающего мира. То есть, ну, иной человек просто, наверное, от природы склонен замечать какие-то мелкие детали. Другой не склонен, другой склонен видеть общее. Потом, ну, возможности мозга у каждого человека разные, у каждого разные таланты, разные возможности к восприятию. Это мы видим со школы, да, кому-то легко дается математика, скажем, да, или какой-то другой предмет, кому-то сложнее. То же самое с восприятием музыки. Кому-то, там, не знаю, два аккорда, две гармонии уже кажется, которые в своем сопоставлении, да, уже кажутся такой достаточно объемной конструкцией. А для кого-то, там, какая-нибудь музыка Берга или раннего Веберна, или уже, так сказать, 12-тоновая музыка, серийная, если говорить о Шонберге среднего периода, Берге и о том же Веберне, кажется вполне нормальным языком. То есть он прекрасно это воспринимает. То есть с ним говорят на его языке, на той чистоте, на той волне, на которой он думает. То есть люди разные есть, просто от природы, не только от природы, это еще в силу образования, воспитания, естественно. И тут я дальше перейду к следующему пункту, к следующему аспекту, в плане восприятия сложности человеком. Это момент такой, который я озаглавил, как наслушанность. То есть насколько у человека есть большой слушательский опыт. Это, конечно, играет большую роль, потому что человек, который знает мало музыки, просто имеет малое количество за спиной часов прослушанной музыки, причем разной, тот человек, конечно, не сможет воспринимать сложную. То есть если человек, допустим, простой обыватель, с улицы знает только та-та-та-там, или начало 40-й симфонии Моцарта, «Улетай на крыльях ветра» и «Реминорна дакату Баха», то для него, конечно, даже, не знаю, уже другая симфония Моцарта, скажем, финал Юпитера, он уже будет для него казаться сложным, потому что он наслушан в сфере академической музыки очень ограниченным количеством исполняемого репертуара. Ну и, конечно, естественно, такой человек наверняка слушает музыку низовых жанров в основном. Причем среди низовых жанров тоже есть своя градация между сложным и простым. Я сейчас не буду углубляться, может быть, еще коснусь чуть позже этого момента. То есть такой человек будет воспринимать музыку совершенно по-другому, чем тот человек, который по много раз прослушал симфонии Сибелиуса, знает музыку Анигера, Мисковского, которого упоминал Игорь Константинович Кузнецов, Мисковского, 27 симфоний. И человек, который эту музыку слушает, знает, то он, конечно, будет воспринимать сложный и простой в музыке совершенно по-разному. Причем я сейчас говорю не только о профессионалах. Можно подумать, что в симфонии Мисковского знают только люди, которые исключительно, вот мы сейчас находимся в Московской консерватории, которые исключительно здесь учатся, преподают или имеют какое-то отношение к высшему музыкальному учебному заведению. Потом для человека есть такой еще момент относительно восприятия сложного и простого, как нечто такое вот привычное и непривычное. То есть когда мы говорим, что нечто имеет какие-то сложные свойства, мы говорим, что это сложно, просто само заявление, что это, мол, сложно. Мы очень часто имеем в виду, что это для нас непривычно. Самый простой пример. Вот мы все разговариваем на русском языке. Для нас, скажем, если я сейчас перейду на английский или на немецкий, то и для меня это будет сложно, и для воспринимающего любого человека это будет тоже not easy. И не потому, что английский язык сложнее русского, а просто потому, что на русском мы все привыкли говорить, хотя русский язык как раз считается сложнее по грамматике, общепризнанно. Как раз русский язык считается сложнее английского, в английском там меньше времен, меньше падежей, но тут я не буду углубляться. Но для нас привычно говорить на русском языке, для кого-то привычно на английском. То есть для нас сложнее английский. Тоже пример как педагог могу привести, как педагог-пианист. Очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда человек, допустим, закончивший среднее звено, играет концерт Чайковского, концерт Рахманинова III. И это для него является, он выучил какое-то сложное сочинение, рапсодии Листа играет, даже сонату Листа играет в 11 классе, скажем, ЦМШ. И это сложно, никто не будет спорить, что это сложно. Это сложнее, чем соната Моцарта может показаться. Но этот человек потом переходит к профессору консерваторскому в старших классах среднего учебного студения или просто поступает в консерваторию на первый курс. И при том, что он может довольно неплохо играть тот же третий концерт Рахманинова, ему даешь сонату Моцарта, и оказывается, что это для него сложно. Хотя казалось бы, сыграть доминанту тонику, какие-нибудь две ноты под лигой сделать, первую ноту тяжелую, вторую легкую, проинтонировать какую-нибудь элементарную фразу в сопоставлении доминанта тоники, чтобы это было естественно и в стиле Моцарта, это для него иногда бывает сложнее, чем сыграть первый пассаж из второй части третьего концерта Рахманинова. Но это я уже немножко ухожу сейчас в сторону таких фортепианных мастер-классов. Это тоже один из моих жанров таких. Это как пример. Кто-то слушает, например, очень хорошо знает музыку условного бардока, допустим, или Хиндемита. Но когда он начнет слушать, допустим, Вебера, который по музыкальному языку может быть намного проще, или там другой пример, есть любители, допустим, позднего Скрябина, для них восприятие музыки Глинки, например, тоже может оказаться сложным. Хотя казалось бы, все мы понимаем, что с точки зрения чистой математики, если брать простые сложные числа, о чем я начал говорить, музыка Скрябина намного сложнее устроена, казалось бы. Ну и относительно Скрябина, тут тоже другой пример есть в плане привычки. Вот я только что сказал, что сложнее музыка позднего Скрябина, так на самом деле это не совсем так. Гармонический язык позднего Скрябина, с точки зрения математического, он может быть даже в каком-то смысле проще, потому что там все симметрично устроено, ну, относительно симметрично, вот чем язык раннего Скрябина. Но при этом вот я, например, как исполнитель Скрябина очень сталкиваюсь с таким отношением, что вот если вы играете Скрябина, пожалуйста, лучше раннего, позднего не играйте, это сложно для восприятия. Я вот, например, в Германии сталкивался, у меня была серия концертов в Германии, и будет продолжаться, я надеюсь. И когда я заявляю какие-то сочинения Скрябина, мне все так говорят, ну, только бы вот это вот не позднее, не позже третьей сонаты, пожалуйста, вот не надо, потому что это сложно для восприятия, а потому что непривычно. Хотя при этом я вот как знаток, исполнитель всех сочинений Скрябина могу сказать, что порой выучить, разучить какие-то пьесы позднего Скрябина бывает легче, чем раннего, в силу того, что они в каком-то смысле, если чисто математически врать, они действительно проще устроены, просто они непривычны. Очень важна именно грань человеческого восприятия. Вот, к примеру, тоже приведу, отвлекусь на другую сферу нашей жизнедеятельности, вот, к примеру, шахматы есть. Знаете, сейчас они очень сильно развились. И сейчас, вот, ну, не сейчас, наверное, лет 20 назад, когда чемпионом был Каспаров, очень так сильно шагнула вперед компьютеризация шахмат. То есть, начали появляться программы компьютерные, которые, ну, поначалу простенькие, и можно было с ними бороться человеку. Но сейчас это достигло такого уровня, что вот есть шахматы человеческие, то есть, они тоже очень сложные. То есть, если мы, допустим, сейчас вот зайдем в интернет и попытаемся следить за какой-нибудь партией на большом турнире каких-нибудь супергроссмейстеров, мы ничего не поймем. Потому что, если кто играет в шахматы, то вот из тех, кто сейчас меня слышит, то наверняка он это делает на уровне такого грамотного любителя, ну, или просто знает, как ходят фигуры. Гроссмейстеры, которые в теме, они просчитывают иногда десятки вариантов, причем они делают это быстро, они натренированы, они очень хорошо знакомы с базой партии, там, сыгранной за последние несколько сотен лет. И, естественно, то, что они там пешку подвинул, гроссмейстер, мы совершенно иногда не понимаем, почему он это сделал. Вот, даже если есть какой-то комментатор, который комментирует этот ход, то все равно разобраться так быстро, что же произошло, почему этот ход критический, мы не можем. Потому что для нас это сложно, да, мы, это как с восприятием музыки, то же самое, я тут провожу параллель. Так вот, почему, вернусь к компьютерным программам, но вот есть шахматы человеческие, да, когда гроссмейстер, просто в силу объема своего мозга, он может вместить определенное количество базы, определенное количество навыков быстрого просчета. Вот, а есть шахматы компьютерные, потому что сейчас любой чемпион мира, любой супергрроссмейстер, у него не будет шансов даже против обычной компьютерной программы. А компьютерная программа сейчас, в свою очередь, проигрывает нейросетян, которые сейчас тоже начали внедряться, насколько я знаю, в шахматный мир. То есть они, это вообще совершенно космический запредельный уровень. И то же самое касается музыки, что есть музыка, есть некая грань того, что может вообще воспринять человек. Вот я говорил, что есть условный обыватель, который может воспринять два аккорда, там, или два аккорда на гитарке, там, он с песней поет, полухриплым голосом, да, мимо нот. Вот уровень такого восприятия. Ему уже это кажется сложно. А есть восприятие человека, который в теме, который знает огромное количество музыки, о чем я уже говорил, который очень наслушан, который обладает свойствами мозга, способными к восприятию. То есть таким талантом, с помощью которого можно, понимаете, очень сложные вещи, ну, грубо говоря, гений, или такой меломан, который способен воспринимать. Ну, и вот все равно есть грань человеческого восприятия, есть, условно говоря, объем данных, которые мы можем вместить. То есть, и вот очень интересный, я себе всегда задаю в связи с этим вопрос, а где проходит эта грань в музыке? То есть человек может, допустим, в себя вместить, понять ушами, да, или даже визуальную музыку, допустим, среднего периода творчества Веберна. Но для меня эта грань проходит, вот, наверное, как раз именно в музыке Веберна, когда он придумав, то есть, не он подхватив серийную технику, он уже потом начал постепенно переходить к ее усложнению, к сериализму, так сказать. И это уже практически для восприятия невозможно. То есть, это может красиво выглядеть и давать какой-то эстетический плод, если мы изучаем партитуру, если мы очень сильно углубляемся, пытаемся расшифровать это все. На это могут уйти, там, не знаю, годы, при том, что, скажем, его симфония, там, она звучит меньше 10 минут, да. И вообще, так сказать, это очень маленькие произведения. Ну и все, что касается именно второй волны такого структуралистского авангарда, оно выходит за пределы человеческого понимания, точно так же, как шахматист не может сражаться сейчас с компьютером, вообще никак, то есть, шансов нет победить, даже в ничью свести, очень-очень шанс небольшой. Вот, я уже не говорю о нейросетях. Точно так же, вот мы не можем воспринимать, скажем, музыку Веберна или музыку, может быть, Буллеза, да, какого-то. Теперь я, собственно, перейду к разделу моего выступления, который посвящен тому, почему же, собственно, этот вопрос возник. А возник он, естественно, потому, вопрос звучит так, должна ли музыка быть сложной. Возник он потому, что у нас проходит сейчас Стамфестиваль, и на Стамфестивале этот вопрос, он, естественно, будет остро подниматься, потому что, вот как несколько дней назад в Рахмановском зале на конкурсе, я увидел публику, и публика у нас там очень разная. То есть, понятно, что мы проводим Стамфестиваль в рамках 155-летия Московской консерватории, это сейчас консерваторский фестиваль, и основная информация о нашем фестивале, она распространяется именно в стенах консерватории и в среде профессиональных музыкантов. Но при этом там в фестивале есть и своя публика, которая приходит со стороны, то есть, это именно те самые меломаны, о которых я говорил, и просто иногда люди попроще, люди с улицы. И, кстати говоря, было редкое единодушие на этом фестивале между экспертным советом, который оценил произведение, и публикой. И вот я заметил, что публика очень разная. То есть, есть публика, которая подготовлена именно к восприятию такой музыки довольно-таки сложной. Вот. А есть публика, которая не очень подготовлена к восприятию музыки сложной, и им, ну, грубо говоря, чем проще, тем лучше. Вот. А такой публикой очень часто сложной воспринимается как скучная, потому что как наш мозг работает. Вот. Если нам дать слишком много информации, мы просто, у нас отключатся какие-то там нейронные механизмы, мы не будем ее воспринимать. То есть, мы будем воспринимать столбами. Вот, допустим, есть какая-то сложная симфония, написанная автором XX века. Я могу даже по себе сказать, вот музыка, допустим, написанная на каком-то мне неизвестном музыкальном языке, да, которая для меня, в силу привычки, об этом я раньше рассуждал, она для меня поначалу может быть сложна, пока я не выучил этот музыкантский язык. Как ее поначалу воспринимает даже профессиональный человек, естественно, так ее будет воспринимать человек, зашедший с улицы, который не имеет большого службского опыта. Значит, он ее будет воспринимать по каким-то ключевым моментам, то есть он не будет воспринимать детали, которые сложны, они сложно устроены, он еще не выучит этот язык, он будет воспринимать столбами, то есть вот у нас кульминация, вот у нас так вот там тема одна, вот она немножечко узнается, может быть, да, вот, так сказать, такой, есть конфликт, допустим, если произведение такого драматического характера музыкального, вот, сопоставление каких-то образов, да, вот, то есть человек будет воспринимать как издалека, ну, или как, не знаю, человек влезорукий, который видит все образы расплывшимися, ну, или там, не знаю, издалека мы к картине не подошли, вот мы пока подходим, вот мы начинаем постепенно воспринимать детали. Кстати говоря, точно так же с языком. Я вот по себе тоже знаю, что когда ты общаешься в англоязычной среде, вот, если ты не очень хорошо знаешь лексику или, допустим, там поедешь куда-то, где разговаривать по-английски непонятно, скажем, там, не знаю, в Техасе или в Фротландию или куда-нибудь еще, то ты начинаешь вылавливать отдельно какие-то слова, отдельные предложения и домыслить, понимать смысл остального сказанного по каким-то столбам, таким условным меткам, да, и начинаешь додумывать, домысливать. То есть, как вот человек, который пришел с улицы на Стамфестиваль, он начинает воспринимать музыку сложную именно так. То есть, вот форта, вот кульминация, причем я даже видел по реакции каких-то людей, пошло крещендо, кульминация в сочинении, он слышит это. Я, как музыкант, слышу довольно тонкое сопоставление гармонии, и я вот от этого наслаждения получаю, а на него производит внешний эффект, но на другого человека на него производит внешний эффект именно сама кульминация, что ух ты, как ярко, потом сопоставление медленно-быстро, сопоставление каких-то образов таких, которые на поверхности находятся. я говорил о том, что восприятие сложного, оно воспринимается как скучное, и дело в том, что если не будет этих ярких маркеров в произведении, каких-то таких, я бы даже сказал, внешних эффектов, то простым человеком такое сочинение будет восприниматься как скучное, потому что тонкости, сопоставление каких-то гармоний или образов очень таких, в которые нужно вдумываться и к которым нужно привыкать, он не поймет, то есть он просто пропустит, у него это будет белое пятно, слепое пятно, и таким образом сочинение, которое будет звучать, оно будет казаться скучным, потому что будет казаться, что ничего не происходит. Кульминации нет, что-то непонятное происходит, там какой-то красивой мелодии, понятной, похожей на то, что он привык слышать, тоже нет, а что-то непонятное происходит, значит, это скучно. Я вот сталкивался в этом смысле именно на Стамфестивале с таким явлением, как, назову этого человека явлением, это мой друг Евгений Стародубцев, который участвовал в Стамфестивале несколько раз, я считаю, что его музыка, она исключительно талантливая, на грани с гениальностью, но у него свой язык, и публика никогда не выбирала сочинение этого человека, никогда за него не голосовала, потому что, именно потому, что она скучна для многих, при том, что я даже слышал конкретные мнения, не буду говорить, кого, но заключается это мнение в том, что музыка, во-первых, скучная, а во-вторых, элитарная слишком. И, казалось бы, если элитарная, значит, что-то тонкое, что-то очень высоко организованное, действительно потрясающее. То есть, это элитарность, когда мы говорим, что она элитарная, это значит, что это лучшее из лучших, то есть, это элита, элита среди музыки. Но при этом скучно. Как так это может быть? А именно потому оно и может быть, потому что воспринимается такая музыка как некое белое пятно. Ну и я в самом начале говорил, что я не музыковед, но, тем не менее, тут, если рассуждать о вопросе простого и сложного, о том, должна ли музыка быть сложной или простой, то тут, конечно, от этого никуда не уйти, поэтому я общие соображения выскажу. Конечно, этот вопрос еще возник не только в контексте экстама, а в контексте вообще развития музыки, то есть, в контексте истории нашей, о том, куда музыка должна идти, потому что мы знаем такое мнение, кстати говоря, очень пропагандируемое именно в среде музыковедов, то, что вот музыка, она усложнялась, усложнялась, там много добавлялось разных направлений, течений, средств выразительности, все это расширялось, появлялось много новых возможностей, вот о чем только что Игорь Константинович Кузнецов тоже говорил, что и микрохроматика возникла, и электронные эксперименты, и разные составы инструментов, короче, куча всего разного, вот, и очень часто бытует мнение, что вот музыка, она должна усложняться, что, так сказать, это такая неумолимая поступь прогресса, вот, и в итоге происходит же как раз таки размежевание с публикой, которая не понимает этот язык, а иногда музыка как раз выходит за пределы вообще понимания, вот как я привел сравнение с шахматами, то есть компьютерный мозг только может в итоге воспринять, а музыка все-таки пишется для людей, я на этом настаиваю и всегда буду наставить, что музыка в музыке необходима как воспринимающая сторона именно человек, человеческий фактор, такой антропный принцип должен быть в музыке, обязательно без него музыка перестает быть музыкой. Так вот, я до этого немножко упустил мысль, остановился на том, что на усложнении, на прогрессе, на том, что бытует мнение, что вот есть одно направление развития музыки и вот оно правильное, оно значит должно усложняться. Кстати говоря, это скорее история недавнего прошлого, когда Стамфестиваль только появился, был некий такой антагонизм, ведь Стам расшифровывается как современная тональная академическая музыка или можно как традиционная еще расшифровывать букву Т. И в этом смысле Стам противопоставлялся немножко тогда именно вот этой идеи, что музыка должна исключительно усложняться, становиться более и более сложной, а публика, естественно, более сложную музыку понять не может, если брать широкую публику, да и профессионалы не всегда. А сейчас мы пришли в итоге к тому, что возможно все. То есть постепенно приходит понимание того, что в музыке существует не только один путь, что существует много, что и тональность, и в тональности прекрасные композиторы пишут и могут сочетать в себе и тональности, так скажем, а тональность условно, да, авангард, элементы авангарда могут привносить какие-то, соединять с какими-то традиционными методами сочинения музыки. То есть возможно все, поэтому вот этот антагонизм потерял актуальность и мы поэтому за последние несколько фестивалей эту аббревиатуру нашу, там ее мы не расшифровываем, чтобы просто не путать никого. Вот, так об историческом контексте я хотел сказать, что в принципе мне кажется, что в плане простой и сложной и простой и сложной музыка развивалась, конечно же, волнообразно. То есть не было такого, что мы начали с простого и там, не знаю, пришли к суперсложному. Даже если брать, скажем, там, научную теорию эволюции, то это тоже было не так, то есть это было волнообразно. То есть были какие-то моменты, когда там сложные организмы вымирали, да. Точно так же и в музыке. Если даже условно брать веху там музыка-барокко и эпоха венских классиков, то есть музыка-барокко она с точки зрения чисто математически она, конечно, устроена намного сложнее, музыка, скажем, Моцарта. Если брать какие-то фрагменты из, например, страстей по Иоанну Баху, там есть один из хоров, который гуляет по всем тональностям, то есть это почти, не знаю, уже куда-то, чуть ли не в 12-тоновости идет, привет, туда, в будущее. А музыка Моцарта по сравнению с этим, где он иногда использует две-три гармонии, причем элегантно очень использует, но, конечно, она намного проще, то есть хотя бы это сопоставление доказывает то, что музыка развивалась волнообразно. Кстати, приток простоты в музыку очень часто возникал от обращения к фольклору тоже, то есть когда композиторский мир замыкался сам в себе, то есть очень часто свежая волна приходила откуда-то извне. Какие-то Игорь Константинович Кузнецов тоже до меня осуждал о песнях, то есть из какого-то фольклора появлялись свежие волны музыки, допустим, романтизм тоже зашел в тупик. Есть книга, не помню к своему студу имя музыковеда, романтическая гармония и ее кризис в трестании Вагнера, когда Вагнер настолько усложнил гармонический язык и у него настолько вот это была его идея бесконечной мелодии давлела. После этого появились национальные школы, русская музыка начала подниматься, там появились Сметана, Грик, другие композиторы. То есть если брать гриторство Грига и сопоставить с Тристаном Вагнера, допустим, то музыка Грига тоже с точки зрения математически она намного проще устроена, чем скажем тот же Тристан. То есть это говорит о том, что волнообразное развитие оно всегда имело место быть. Вот в 20 веке тоже низовые жанры начали проникать и сейчас проникают и продолжают это делать. И тем самым упрощая и одновременно усложняет расширяя границы. Так что это очень интересный вопрос. Я не мог его не коснуться. Я тут опять-таки же не могу рассуждать профессионально на эту тему, потому что это тема для отдельного такого исследования. А я повторюсь, что я не музыковед. Но принцип именно он очевиден. То есть все развивается волнообразно и нельзя говорить, что вот единственный правильный путь, что вот мы начали с простого и теперь должны к сложному перейти. Ну и вот наверное заключительное к заключительному разделу перейду. Попытаюсь собственно ответить на этот вопрос в контексте того, что я сказал, в контексте стамп фестиваля. Объясню сейчас почему мы должны ответить на этот вопрос и зачем это надо. Напомню, вопрос звучит так, должна ли музыка быть сложной. Но если рассуждать просто вот услышав этот вопрос, что называется, столкнувшись к нему лоб в лоб без контекста, то он немножко странно звучит глобально и странно. Понятно, что музыка никому ничего не должна. Музыка, она как развивается, так развивается. Потом музыкантов огромное количество. Я уже только что говорил, что возможно все сейчас в наше время. То есть есть и такие композиторы, и другие композиторы, которые пишут кто тонально, кто там пишет как хочет. И минимализм есть, и новая сложность есть так называемая, и новая простота, и новая примитивизм. То есть все есть сейчас. Поэтому музыка никому ничего не должна. А я считаю, что должны мы, художники, если мы думаем не просто о том, как самовыразиться, а если мы в принципе болеем за музыку. То есть если музыка для нас не способ достижения какого-то успешного успеха, карьерного роста, не просто для нас музыка это возможность высказаться, самовыразиться, так сказать, просто распространить себя на окружающее пространство с помощью звуков, условно выражаясь. Если мы заинтересованы в том, чтобы музыка развивалась, если мы хотим действительно что-то сделать, что-то новое, чтобы музыка продолжала радовать нас и радовать окружающих, чтобы она не умерла в конце концов, не погибла под сподом каких-то других наших жизненных явлений. Сейчас мир развивается непредсказуемо вообще, что будет через полвека мы вообще не знаем. Поэтому если нам не безразлична музыка, то мы конечно будем задаваться этим вопросом должна ли музыка быть сложной. Но перед тем, как я попытаюсь ответить на этот вопрос, хочу еще затронуть нематериальный аспект этого вопроса и вообще понятие простой сложный. Дело в том, что я до этого рассуждал о нейронных связях, о шахматах, о числах, которые простые и сложные. Но музыка состоит не только из материи. если говорить о звуковой материи. Все-таки музыка работает, так скажем, апеллирует к человеческой душе, работает с человеческой душой. И поднимает, может быть, какие-то нравственные вопросы. Я вот на своем YouTube-канале рассуждал на тему зла в музыке, вообще о сущности искусства, о счастье музыканта. Я эту тему поднимал и размышлял на эту тему. Хочу затронуть немножечко этот момент. Вот тут, если говорить о простом и сложном, что мы можем сказать? В принципе, в мире у нас есть, мы живем в парадигме плохо-хорошо. То есть, у нас есть некая шкала, где одно – это плохо, и вот мы по ней спускаемся, спускаемся, то есть, хорошо наоборот, спускаемся, вот, и приходим туда, где плохо. То есть, грубо говоря, убивать нельзя, а дарить всем подарки и любить и вообще, так сказать, делать хорошие приятные вещи для всех – это хорошо. Ну и грубо, если забрать, но все равно вот есть понятие нравственно-безнравственно, да, плохо-хорошо, там, грязно-чисто, да, то есть, если говорить и о материи, и в плане, не знаю, каких-то, какой-то душевной жизни, есть добро-зло, то есть, у нас такая вот линейная идет довольно простая картина мира. А что касается искусства, то вот я в одном из своих видеороликов на своем канале в ютубе вот я рассуждал о том, что искусство – это может быть нечто такое, что является надстройкой, то есть, мы как бы живем в мире такой первый этаж условный. В мире бытовом искусство, оно является надстройкой, над реальностью, и там действуют другие законы. То есть, это как бы некий второй этаж, где мы тоже можем поселиться, у нас даже больше обзор будет с этого второго этажа, вот мы сейчас на пятом этаже находимся, у нас дольше видим просто в силу объективных физических причин. То же самое с искусством происходит, то есть, искусство – это некая следующая ступень реальности, там все становится, так скажем, трехмерно, и все усложняется, вот я к тому, что, в том, что я в данном случае, если говорить о моментах нравственности, я не буду говорить, что это моменты примитивные, да, это еще более высокий, то есть, это третий этаж, так скажем, или вообще уже где-то без потолка, сверху над этим вторым. Вот, так вот, в любом случае, на этом втором этаже, в музыке, в искусстве, в целом, все становится намного сложнее, то есть, если мы берем какую-то плохую вещь, прям, давайте, приведу пример самый грубый, там, убийство, да, кровище там, течет, вот, то в искусстве это может быть нарисовано, там, на картине так, или в фильме, в каком там, Тарантино взять, представлено так, что это будет выглядеть, ну, чуть ли не красиво, вот, или наоборот, там, безусловно, какую-то хорошую вещь, можно с помощью средств искусства подать так, что это будет вызывать, ну, чуть ли не отвращение, вот, и сопоставить там, допустим, как Вагнер, если в том же Тангейзере, да, он сопоставлял грот Венеры и свои взаимоотношения с супругой, понятно, что с точки зрения такой британской нравственности, то одно плохо, другое хорошо, вот, то есть, некое линейное представление, у Вагнера все по-другому, вот, то есть, искусство, оно, и на этом уровне, не только на математическом, оно очень сильно усложняет жизнь, то есть, то, что, то, чему нет оправдания в реальной жизни, это можно оправдать в искусстве, в этом смысле, суть искусства, она, наверное, в том, что это такая, какая-то прививка, то есть, человек с помощью искусства познает какие-то грани своей личности и вообще бытия, которые он не может познать в реальной жизни, потому что мы живем вот в этой вот парадигме, такой двухмерной, вот, а искусство нам позволяет прикоснуться к каким-то вещам, может быть, получить вакцину, сейчас такое слово, очень актуальное. Наверное, тут можно еще очень долго на эти темы рассуждать, я думаю, что пора сделать вывод и ответить все-таки на этот вопрос, должна ли музыка быть сложной. Я считаю, что музыка должна быть сложной, но должна ярко подаваться. То есть, что мы видим на Стамп-фестивале? Мы видим музыку очень высокого качества и последний конкурс композиторский, который прошел несколько дней назад, он это ярко продемонстрировал. Я считаю, мое личное мнение, что по уровню профессионализма прозвучавших сочинений это был лучший конкурс за всю историю. Несмотря на то, что он был ограничен музыкой фортепианной, но тот вывод, который мы сделали с Игорем Кузнецовым только что, о том, что публика в итоге выбрала музыку не фортепианную, то есть выбрала по принципу, внешних эффектов действительно, то есть больше композиторов на сцене, больше исполнителей на сцене, хор, победил у нас хор. Но тем не менее, кстати говоря, фортепианная музыка, прозвучавшая на Стамп-фестивале, она, может быть, была в какой-то степени именно гармонически более сложная, чем, допустим, музыка хоровая, которая прозвучала. То есть, безусловно, функция искусства сейчас в нашей современной реальности, в нашем мире, в наши дни, и задача Стамп-фестиваля, задача наша с вами, это воспитывать публику, погружать его в мир сложности, то есть уводить от этой реальности, забирать с первого этажа, предлагать подняться на второй, предлагать познать себя, познать мир. И, естественно, мы не можем познавать, не сталкиваясь с тем, что это сложно, то есть открывать для себя непривычное, изучать новый язык, это всегда сложно. Но в нашей конкретной реальности и на Стамп-фестивале это необходимо делать ярко. Уже сам по себе принцип Стамп-фестиваля, то, что публика выбирает победителя, он ярок, и даже, то есть что дает яркость? Она помогает увеличивать внимание к деталям, то есть когда мы начинаем открывать для себя нечто сложное, это означает, что мы начинаем погружаться в детали. Так вот этот принцип, когда публика выбирает победителя, он настолько ярок сам по себе, что даже какая-то музыка, которая человеку с улицы, допустим, кажется скучной, на самом деле она просто сложная, а для него пока белое пятно, он будет в нее слушаться. То есть вот этот принцип подачи сложного материала с помощью каких-то таких вещей, он безусловно сейчас очень важен, потому что музыка в каких-то своих направлениях, не во всех, но в каких-то, которые в частности декларировались, когда Стамп-фестиваль создавался, это веяние авангарда, и то, что из него сейчас вытекло, тогда вышло, выросло. Музыка должна быть сложной, но должна быть без снижения, без адаптации к пониманию, так скажем, условного обывателя, она должна просто с помощью каких-то вот таких средств его привлекать, чтобы человек познавал этот новый мир, чтобы человек развивался и стремился к познанию самого себя и окружающего мира, и собственной музыки.